Питьевая вода. Ежедневно употребляя ее в пищу, задумываемся ли мы о ее качестве. Специалисты Роспотребнадзора делают это регулярно. Пробы питьевой воды берутся ежемесячно. В Слободском определены три контрольные мониторинговые точки. Это у нас поселок Пахруши, детский сад номер 3, детский сад Тополек, это город Слободской, детский сад 16, город Слободской. Ежемесячно мы проводим отбор проб воды питьевой. Но следующие показатели. Аммиак, бор, железо, йод, кремний, нитраты, нитриты, сульфаты, фториды, хлориды, жесткость общая и микробиологические показатели. На уровне региона качество воды по санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам во многих районах. Для примера, в Арбашском районе по содержанию бора в Торидов, в Богородском районе по содержанию кремния, в Верхошижемском по показателю жесткости, в Кировочепецком по содержанию бора, в Куменском – Бария. Есть отклонения от нормы и в воде из Слободского водозабора. Больше всего, конечно, вода не соответствует по показателю кремний. Более чем в 50% отобранных проб у нас идет превышение. По кремнию могу сказать только то, что данный элемент у нас не исследован и как таковой информации о действии кремния на организм не изучена на данный момент. Качество воды по показателю нитратов у нас не соответствует почти в 2-3% всех отобранных проб. То есть это буквально 3-4 может быть неудовлетворительных результата из всего перечня за год, если считать. Превышение нормы по содержанию нитратов наблюдалось в пробах, отобранных в деревне Стулово и селе Лекма. И, как говорят специалисты, куда больше нитратов мы рискуем употребить в пищу с овощами, фруктами или колбасными изделиями. Небольшое превышение и непостоянное превышение, скажем, нормативов, которые у нас установлены на данный момент, они не оказывают какого-то большого негативного влияния на организм. В быту часто встречается мнение, что в нашей воде много извести. Об этом говорит характерный осадок и налет, который остается на посуде после кипячения. Специалисты возражают. Может быть, такие эргономические показатели ухудшаются, что вам кажется, что откладываются извести. Портится, скажем, только внешний вид. На субъективный обывательский взгляд вода в Слободском вкуснее, нежели, к примеру, в областном центре. И это тоже объяснимо. В Кирове проводится хлорирование воды. У нас по Слободскому и по району хлорирование не проводится, поэтому мы не ощущаем вот этого содержания хлора, как в Кирове. Вот только поэтому. Можно ли пить Слобожанам воду из-под крана, не подвергая ее кипячению? Однозначно отрицательного ответа на этот вопрос специалисты Роспотребнадзора не дают. Но советуют все же кипятить.